Вывод, который можно сделать, что демонстрация и митинги это очень сильный способ выражения своей воли, но явно недостаточный. И вопрос, после достаточно пессимистического доклада, что же было сделано, что делать сейчас, я попробую свое видение вам предложить. Ну, вот тоже, я, мой программ, это, естественно, юридический, уже с того 2004 года, и позже в разных формах участвую в этой образовательной, образовательном секторе. Ну, и вывод такой, что бороться за свободу выбора языка обучения в системе, которая свободу не подразумевает, ну, бессмысленно. И Борис упоминал, что когда-то думали, вот мы сделаем эти стандарты, чтобы не было, что все под одну копинку, под одну линейку учатся, а получилось то же самое, что в Советском Союзе все зарегламентировано вплоть до того, сколько ты имеешь права поговорить на русском языке, да. Дальше, может быть, кто-то появится у нас, какие-нибудь физики, математики, которые скажут, давайте в законе напишем, что физики должно быть три урока в неделю обязательно. И это, ну, как бы, это все были, да, и, к сожалению, в системе образования и в законодательстве оно присутствует. К сожалению, все, что написано красивое про образование на уровне исполнения превращается в свою противоположность. И здесь стоит вопрос, как нам защитять наши права, чтобы у наших детей было хорошее образование. И все остальные права с этим связаны, это права меньшинства, равного отношения и тому подобное. Мой вывод в том, что самое главное в системе образования нам, родителям, я тоже играю с родителям, нужно бороться за свободу в системе образования. Теоретически она, опять-таки, записана. Только не в нашем законе, а в каких-то других подзаконных актах. Я вот недавно констатировала, что у нас, в нашей конституции написано, что мы имеем право на образование, на бесплатное образование. А то, что образование и науку являются свободными, там прямо не написано. Например, у наших коллег-эстонцев это написано. Ну, как это написано, не написано, на самом деле это все есть, потому что мы присоединились ко всем международным соглашениям, которые говорят, что образование является свободным. То есть это не тюрьма, это не моя, ведь образование обязательно, это не тюрьма, куда я должна обязательно отдать ребенка, а это возможность формирования свободной личности, соответственно, должен быть выбор, там, какое образование я хочу делать, должна быть академическая свобода и у учителей. Причем мы это знаем в отношении университета, да, что академическая свобода это необходимая составляющая для развития науки. Сейчас, ну, это признанные международные, сейчас мы видим, что это все более актуально становится и на более низких системах, уровнях образования. Вот эти две вещи, которые, которые юридически гарантированы, но фактически на уровне исполнения и на уровне наших законов, этого нет. Вы не найдете, какие у вас права. У вас права сделать предложение, принимать участие в улучшении системы образования, но это ни о чем. На самом деле у вас прав гораздо больше, но они не написаны, потому что наша система не ориентирована на свободную школу. И с точки зрения стратегии защиты прав детей и, я бы сказала, прав педагогов, потому что задача педагога найти подход к ребенку, профессионально ребенка научить, но та система администрирования, которая спускается ему со стороны министерства, она требует отчетов, бюрократии, там, отчитаться, записать, папочку документов создать. То есть она тоже не способствует тому, чтобы он выполнял свою работу. Соответственно, нам, как родителям, нужно защищать и права педагогов, то есть те, кто нам напрямую обеспечивает право на свободное, на хорошее образование. Что у нас есть сейчас? У нас сейчас, как стратегия, первое, что мы можем сделать для защиты этих прав, это научиться немножко плавать в этой бюрократической, централизованной системе образования. Вот есть всякие стандарты, есть всякие документы, где-то должен директор согласовать с родителем, он не делает, но можно, наверное, все-таки настоять на этом. Конечно, вы неравны в положении, потому что бороться с бюрократическими средствами, с бюрократами, вы меньше готовы, это естественно. Но все равно что-то, как бы, настойчивостью, грубкой командой, что-то можно отбить. Но сразу вот хочу вас предостеречь. Не делать это основной стратегией защиты своих прав. Потому что тогда вы поддерживаете ту систему, которая предполагает тотальное регулирование, тотальный контроль, и она отрицает свободу образования, тем самым она не может по понятию привести к хорошему образованию. Поэтому у нас есть такие всякие контрольные службы, там инспекция качества образования, инспекция защиты детей, куча всяких вещей. Вот мой совет обращаться к этим учреждениям в крайнем случае, потому что мы тем самым способствуем тотальному контролю, то есть централизованному контролю. Если нас интересует качественное образование для наших детей, наш партнер должна быть школа и педагог. Мы должны мочь прийти в школу и там давить того, чтобы поменять учителя, поменять учебники, обсудить, какую мы программу принимаем, какие критерии и оценки. Мы должны, это соразмеем родителей, раз, и это соответствует вот этому пониманию свободной школы. То есть там вы можете, у вас есть, ну, как это так, так стратегически, у вас есть возможность добиться своих прав. И, ну, в общем-то, это сегодняшняя тенденция, то, что надо признаться. Даже наша система, вот сейчас реформа качества образования предполагает дать большую свободу школам в реализации программ. Я вам скажу по секрету. Реально она не даст, потому что система образования настроена на то, чтобы все это как бы задекларировать, а потом все поставили. Вот такой пирамиды сверху вниз. Родителям бороться вот с этой пирамидой, то есть, чтобы законодатель поменял, кабинет министров сделал, новый стандарт, там еще университеты, что сделали, но это как бы, вот это не для ваших детей. Это для детей ваших детей. А если мы хотим улучшить образование для наших детей, то вот стратегически нужно делать пор на свободу школы и добиться того, чтобы школа и директор отвечал вау, чтобы не говорили, что, а это вот грамотивы, это там еще что-то. Вот это нужно пресекать на корню, и более того, я вам говорю, что есть. Все правовые основания надо делать, даже в наших законах это написано. Но это не соответствует практике. Практика это все душит. Соответственно, мое предложение к родительскому движению вот эту свободу образования всячески поддерживать и все время иметь в виду, что это выигрышная стратегия. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Спасибо. Очень понравилось выступление. Но самый главный вопрос – это как возможно бороться за свободное образование при нехватке детей. Приходишь, говоришь, мне не нравится этот учитель физики, который говорит на мобильном же детей. После уроков не объясняет на русском термина, половина класса не понимает, что говорит этот учитель. А директор говорит, а других нет. Мы заменим при первой возможности это случится лет через шесть. Ну, как сказать, здесь, с одной стороны, давайте объединяться в 17 групп и думать, что мы можем с этим сделать. Такое, ну, первая на скидку – ну, давайте использовать современные технологии, да. Если он не может рассказать, ну… Ну, а какая-таки вот там, я смотрю, уже где-то махает, она гораздо более полна ответит мне вопрос, чем я. Андрей? Представлюсь, первый раз Андрей Дугловский. Какие родители? Здесь точно такой же вопрос. Существуют современные учебники, и Россия на русском языке, я думаю, прекрасные делают учебники. Почему я не могу прийти в школе? Или, как я вам скажу, вот этот учебник заменим вот этим, потому что он там написан академиком, и я не знаю… Как любить, я вам говорю, это возможно. Как? Как это реализовать, давайте собираться и думать. Я вот говорю, что есть права, которые, к сожалению, реальность и опыт других… На самом деле, я, может быть, отвечу как больший практик на этом вопросе, любой учебник, который не утвержден в официальном списке, уже, ну, министерство названия, у них есть контора, они утверждают учебники, и там есть список этих учебников. Его можно брать, понятно, обращать спокойнее. Я издан латвийским издательством. Не обязательно, кстати, не обязательно. Если этого учебника нет в этом списке, то это… Это учебник должен утвердить не совет школы, а дебекатический совет школы, педагоги должны его утвердить, и это учебник можно использовать, в этом нет ничего такого ужасного, да? Глава… Практикующийся во многих школах. Просто не все это знают. Но если нет больше вопросов… А, есть. Там вот… Да. Вопросы, которые вы не задали, уже хочет ответить вы, да. Нет, маленькое уточнение. Свобода образования – это как раз именно только работа с учителями и с директором, может быть, вот это имелось в виду. Или еще какие-то шаги. Свобода образования – это, прежде всего, минимальный контроль государства, то есть сохранение вот этого контроля на минимальном уровне, который необходим. То есть стандарт – это минимум требований, а не все требования. То есть остальные требования – это школа, и родители могут сами определить. То есть это принцип всей организации работы школы и принятия решений. А также это принцип того, что школа должна прорабатывать свободную личность. То есть личность должна уже в школе иметь возможность выделать свой выбор и его идти. Спасибо большое. Кстати, маленькую ремарку, позволю себе. Как раз про это говорили на одном из наших собраний о том, что на самом деле необходимо определить, у тебя процент, тот процент, который государство имеет право вмешиваться. Безусловно, мы не спорим с тем, что государство имеет, ну, как один из заказчиков образования, оно имеет свой, так скажем, пакет акций, да, и вопрос в проценте этого пакета акций. Одно дело, когда это 10%, и оно говорит, что, знаете, ребята, мы вкладываем в вас деньги, и вы на выходе должны знать совершенство латышески, да, и мы это совершенно поддерживаем, как бы, я надеюсь, большинство. И другое дело, когда говорят, знаете, мы хотим, чтобы вы учились вот так, 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 на протяжении всего, и, не дай бог, мы куда-то в сторону отойти. Это другое разговор, конечно, против которого, в рамках этого свободе, какой никакой им не будет. Свободное образование такого не допускает, потому что, если образование обязательно, значит, оно, как бы, оно должно быть свободным, потому что иначе это становится тюрьмой, что не противоречит идее просвещения. Спасибо. А, еще, да, давайте, последний вопрос, и дадим микрофон, и выступление Маргарите. Добрый день, у меня такой вопрос, если, допустим, некая группа родителей хочет, чтобы в школе ввели школьную форму, а другая группа родителей, естественно, этого не хочет, вот как в той группе, которая хочет добиться, чтобы школьную форму все-таки ввели? Спасибо. Ну, нет, ну, вроде бы этот вопрос все-таки большинством может быть решен, но большинством родителей. Я думаю, как раз-таки вот этот вопрос я могу терпеть еще в компетенции Совета Школы, на самом деле. Совет Школы – это определенная структура, которая выборная, она существует, она прописана даже в законе образования, и она большинством голосов, просто большинством голосов, большинство собирается, как в политике, большинство собрали, проголосовали, форма есть, большинство проголосовало против, форма нету. Демократия. В каждой школе по закону должен быть Совет. В каждой школе, это я, кстати, в нашей группе, в моей группе, которая будет уже после выступления, родительский голос в школе, я в своей группе открою свои разговоры, раскрываю всем цель в школу. Итак, Маргарита, спасибо большое, Лиза. Спасибо. Спасибо.